Итак, всем привет! Вот мы и подобрались к нашему второму занятию. Сегодня будем говорить о таких базовых и супер важных вещах, как теория цвета и композиция. Скажу честно, у многих ребят, у многих дизайнеров, новичков, неважно, в общем, вращаясь в этой сфере мошен дизайна, я встречаю целую гору проблем с этими понятиями. Многие работают с ними на каких-то интуитивных началах, кто-то знает базовые принципы, но особо дальше не двигается кто-то, наоборот, даже этого не знает и пытается как-то комбинировать элементы и цвета в своей графике, подражая, возможно, знаменитым авторам, классным креаторам. Так что сегодня постараемся во всем этом разобраться, не пугаемся, все очень так по полочкам постараюсь разложить, чтобы у вас было общее и базовое понимание этих моментов, ключевых моментов, я считаю, в вашем ролике. Потому что без теории цвета, без знаний о том, как комбинировать цвета, какие есть принципы, какие есть, скажем так, схемы, комбинации, без основных моментов композиции ваш ролик или просто статичная графика будет выглядеть неинтересно, непрофессионально, будет выдавать вас, скажем так, аматора. Это не то, что мы здесь преследуем, поэтому давайте разбираться. Итак, о чем сегодня поговорим? У нас обширный план, целых 9 полноценных пунктов, с горой подпункта на самом деле. И еще отдельно хочу уделить время разбору домашнего задания, потому что после этой лекции вас ожидает такое довольно обширное, комплексное домашнее задание, так как нам нужно охватить очень много тем, и чтобы вы успели потренироваться, чтобы лучше усвоился материал, конечно же, домашки супер-супер важны. Итак, давайте коротко о том, о чем поговорим, пробегусь. Значит, базовое понимание, что такое цвет. Привет. Поговорим о спектре Иттена, это круг из 12 цветов. Многие, я подозреваю, видели его, натыкались на него в интернете, еще где-либо. Главный вопрос, а как с ним вообще работать? Да, окей, цветовое спектр мы видели, но для чего он, как он помогает вообще комбинировать цвета? Вот это вот самый главный вопрос. Поговорим об основных свойствах цвета. Их три, это объективные, скажем так, свойства цвета, которые не связаны с нашим, скажем так, субъективным восприятием. Поговорим, естественно, о семи типах цветовых контрастов, что это может быть, как они работают. Естественно, о цветовых гармониях. Супер важная история, и здесь уже вплотную подходим к, скажем так, методам комбинирования цветов. Как их можно сочетать, какие есть принципы. Естественно, пару слов о RGB и ЦМИК, что это и как это. И я поделюсь своими любимыми ресурсами с готовыми палитрами. Если вы вот новичок, и вам еще все еще тяжело комбинировать свои цвета, то вы, естественно, можете брать уже готовые палитры, смотреть, как они работают, по каким принципам. Немного их видоизменять и использовать уже на практике. Но, естественно, это такое подспорье, хороший материал. Если вот вы начинаете, если вам совсем-совсем тяжело, то почему бы нет, почему бы не использовать уже готовые палитры. Естественно, второй большой подпункт нашей сегодняшней лекции – это композиция и основные принципы построения композиции. Композиция вообще тема довольно обширная, честно говоря. Я проходила и у себя в Академии, это был профильный мой, один из профильных предметов. И потом я проходила еще дополнительные вебинары, и каждый раз я поражаюсь, насколько это, скажем так, интересный, невероятный, просто безграничный, как по мне, инструмент вообще в дизайне. Поэтому сегодня основные принципы, которые вот вам на старте нужны, а всем тем, кто хочет в этом всем развиваться, естественно, я рекомендую еще больше погрузиться в эту тему. Потому что это действительно вдохновляющая история, ну, меня, во всяком случае, очень-очень вдохновляет. Ну, и, как и сказала в начале, пробежимся по домашнему заданию, у вас будет три, скажем так, подзадания. И я расскажу, например, покажу, что вам нужно будет сделать. Единственная оговорка, сразу же скажу, это домашнее задание можно будет сделать после лекции по Adobe Illustrator, да, когда мы откроем с вами, в принципе, редактор графический, когда поклацаем основные инструменты, чтобы вы могли просто, ну, сделать это задание физически. Потому что без инструментария мне очень сложно, как бы, от вас что-то требовать. Вот, это что касается нашего плана на сегодня. Давайте теперь по каждому пункту отдельно, что я приготовила, что важно посмотреть. Итак, что такое цвет? Если по-научному и в принципе, то цвет это особенность восприятия глазом разных волн света. Каждая волна соответствует спектру. Здесь вот такая картиночка, довольно наглядная, о том, что каждый цвет имеет свою характерную волну. И благодаря этому мы, собственно говоря, и отличаем цвета. Теперь о спектре Итена. Товарищ Итен в 20 веке обобщил, скажем так, все знания о цвете и привел их в такую интересную систему, очень удобную схему. Вы можете видеть этот круг, как я уже говорила ранее, супер популярный и везде используемый. Всякого рода статьях о цветоведении, о теории цвета, называйте как угодно. Этот круг, в центре него такой многоугольник, а еще более в центре мы видим три основных цвета. Это желтый, синий и красный. Это основные цвета и при смешении этих цветов мы получаем вторичные цвета, такие как зеленый смешивая, да, синий с желтым. Оранжевый смешивая желтый с красным и фиолетовый смешивая, естественно, синий с красным. И уже отталкиваясь от этих вторичных цветов, мы получаем дополнительные цвета производные, да. Зеленый может быть там зеленым, с более теплым оттенком, с более холодным, ближе к синему и так далее. Фиолетовый тоже в какую сторону? Ближе к синему или ближе к красному и так далее. То есть получаем весь этот спектр из 12 цветов. Ну, это что касается хроматической шкалы о цветах, да. У нас еще есть дополнительных два цвета, это хроматических цвета, черный и белый. Если по-простому, в них как бы нет пигмента, полностью либо отражается свет, либо поглощается, да, если мы говорим о черном. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о цветах в контексте этого спектра. Поэтому я рекомендую в голове держать его, да, где-то вот примерно вспоминать о нем, когда будем дальше проходиться по там типам контрастов и так далее. Потому что все базируется, все, что я сегодня буду рассказывать, базируется именно на этом спектре Иттана. Давайте поговорим об основных свойствах цвета. Как я уже сказала, этих свойств три. Это объективные свойства, скажем так, которые в принципе характерны для любого цвета. Не наше субъективное восприятие. Конечно, здесь тоже оно примешано, но это более-менее такие величины, которые вот постоянно. Единственное, что я могу сказать, любой цвет, сразу же я буду об этом повторять и говорить дальше, но любой цвет нужно рассматривать в контексте близлежащих цветов. То есть в каком этот цвет находится окружении, как он взаимодействует с другими. Потому что мы дальше будем говорить об этом. Потому что один и тот же цвет может выглядеть совершенно-совершенно по-разному. Например, я не знаю, с вами случалось или нет, покупаешь курточку какого-нибудь темного, знаете, такого военного цвета условно, да, камуфляж. И один человек говорит, что это коричневая куртка, второй человек говорит, что это зелёная куртка. А для вас она вообще какая-то серая. То есть всё это зависит от освещения, от того, что надето на вас помимо этой куртки, от того, какое окружение у вас там на той же фотографии вокруг. Всё это, цвет этой куртки надо рассматривать в принципе в контексте. Поэтому сегодня будем учиться вообще находить этот контекст. Итак, у нас с вами три ключевых свойства. Первое свойство это тон. Я привыкла называть его тоном, но на самом деле часто оно встречается, это свойство под названием светлота или яркость. Поэтому не переживайте, если я буду говорить просто тон. Если я говорю просто тон, значит светлота или яркость. Если я говорю цветовой тон, то это уже совершенно другое определение. И третье свойство у нас насыщенность. Давайте по каждому из них пройдёмся, потому что комбинируя разные, скажем так, степени насыщенности, цветового тона, просто тона или яркости, мы с вами можем сочетать цвета и добиваться нужных нам, вообще, скажем так, нужного нам эффекта. Итак, первое, о чём мы будем говорить, это тон, он же светлота, он же яркость. Это свойство, выражающее близость хроматических и хроматических цветов к белому или чёрному. Если очень просто, то это светлее или темнее цвет. Это единственное свойство, которое мы можем применять и к хроматической шкале, да, то есть чёрное, чёрное и белое. Оно может быть чуть светлее, более серый, либо наоборот чуть темнее, то есть уже более тёмно-серый. Поэтому это единственное свойство цвета, которое мы можем применять и к хроматической, то есть чёрно-белой шкале. И, естественно, как я уже говорила выше, тон нужно рассматривать в контексте. То есть один и тот же цвет может быть темнее или светлее, в зависимости от того, какие цвета расположены у нас с вами рядом. И здесь у меня внизу слева вот такая схемка, да, если очень просто перевести тон, как вам посмотреть, какой тон у цвета, то его просто переводите в чёрно-белое, либо в фотошопе, либо там в иллюстраторе и смотрите уже на вашу хроматическую шкалу. Возвращаясь к... я много отсылок делаю к своему образованию, да, к классическому, академическому, потому что это именно то место, где вот дали такие базовые, ну, базовое понимание лично мне о цветоведении, там, о композиции, о таких академических моментах. Самое главное, у нас была живопись, и самое главное, самый главный критерий вообще оценивания, хороший натюрморт или не очень, хороша картина или не очень, это тональное распределение вообще объектов. То есть самая-самая базовая стадия вообще работы над картиной, над натюрмортом, над портретом, над чем угодно. Это тональное распределение, где темные пятна, где светлые пятна, где полутона, как они сочетаются, не сливаются ли у нас объекты друг с другом по тону, потому что это самое первое, что вообще глаз считывает, да, светлые и темные пятна, вот этот вот контраст. Поэтому в своих работах старайтесь выдерживать этот контраст. Если вам нужно что-то подчеркнуть, что-то выявить, выделить на передний план, то добавьте этот контраст, сделайте более приглушенный, например, задник или и более контрастный, да, светлый передний план. Возможно, наоборот, возможно, у вас персонаж там крупным планом, да, стоит, и тогда, естественно, лицо хочется сделать поярче, посветлее, и тоже задник уйти немножко так в приглушенные тона. Поэтому я рекомендую вот самое первое, когда вы будете рисовать, будете делать свои домашки, распределять тонально, что у вас светлое, что у вас темное, как это взаимодействует, и как это играет вам на пользу, как это подчеркивает вообще формы, идею, все, ради чего вы, собственно говоря, делаете вашу иллюстрацию или иллюстрацию под анимацию. Тональное разбиение – это супер-супер важно, потому что если у вас все одинаково серое, если вы свою картинку цветную перевели в ЧБ формат, и у вас все слилось, все одинаково серое, как вот у меня в этом примере, да, слева квадратики цветные переведены в черно-белые, то ваша иллюстрация выглядит тускло, она выглядит неинтересно, и это, ну, совершенно не броско и не привлекает глаз. Глазу просто незачем, негде зацепиться. Более того, я вам скажу такой небольшой, даже не лайфхак, а просто историю. У нас были просмотры, просмотры – это когда все рисунки, все натюрморты выставлялись в ряд, и преподаватели ходили и смотрели, даже не зная имен, кто вообще это написал, они смотрели на эти картины и ставили оценки. И преподаватели сами потом нам говорили, вы понимаете, что плохо нарисованная графика, но более контрастная, более яркая, она по умолчанию бросается в глаза, и она привлекает внимание, ей хочется отдать приоритет, в то время как более тусклые, более такие нейтральные, спокойные картины, натюрморты, что угодно, даже прописанные гораздо на более высоком уровне, они неинтересны, они просто не привлекают внимания. Так вот, в ваших работах должно быть то, что привлекает внимание. Я не говорю сейчас просто все сделать только черным и белым, и там красную какую-нибудь точку поставить посреди всего этого, но у вас явно должен быть какой-то смысловой центр, явно должен быть контраст в вашей работе, о чем вообще вы говорите, что вообще, куда смотреть. Вот. Это суперважный момент, поэтому я так долго на нем останавливаюсь. Я надеюсь, в принципе, понятно, доступно, с примерами, вот, будет вам эффективно. Давайте о следующем свойстве цвета. Это цветовой тон. Цветовой тон – это оттенок из спектрального круга, помню тот спектральный круг Итена, в голове его держим, на основе которого формируется уже палитра с изменением тональности и насыщенности. То есть, грубо говоря, какой вообще вы оттенок выбираете, да, красный, желтый, не знаю, фиолетовый, какой угодно. Вот, конкретно по этому спектральному кругу. Здесь долго остановиться не буду, это просто вот цвет, да, чистый, яркий, какой вот он есть в этом спектре. И последнее свойство цвета у нас – насыщенность. Насыщенность – это степень выраженности цветового тона, да, насколько он яркий, насколько он близок к тому оригинальному спектральному цвету в этом круге у нас. Дополнительное понятие к насыщенности у нас еще идет чистота, это близость цвета к спектральному, то есть, насколько он близок. Плюс есть еще одно определение насыщенности, это, это насколько, скажем так, у нас добавляется вот тот серый, который мы получаем, переведя наш текущий цвет в ЧБ формат, да, и вот мешая этот серый с нашим спектральным, мы получаем более, точнее, наоборот, менее насыщенный цвет. Как здесь у меня вот на примере, самый верхний ряд – это спектральные, самые яркие, насыщенные цвета, и самый нижний ряд – это серый, он аналогичный по тону, то есть, по светлоте, вот этим спектральным цветам. И мешая их, у нас получаются менее насыщенные, менее насыщенные цвета, спектральные. И еще такой лайфхак, если вы прищурите глаза, да, вот сейчас прям прищурьте глаза, посмотрите на эту картинку, вы увидите, что по тону, по яркости, по светлоте, каждая из этих плашечек, она одинаковая, то есть, у вас как бы сливается цвет, но вот по светлоте, по яркости все одинаковое. У нас с вами не меняется тон, у нас с вами меняется только насыщенность, меняется чистота оттенка. Это такой лайфхак, тоже привет из живописи, когда писали на Тюрморте, чтобы быстро проверить, компьютера нет, ничего ты не перейдешь в ЧБ, но чтобы быстро проверить, сливается у тебя по тону или нет, насколько сливается, где подотемнить, где наоборот подосветлить, чтобы был более выраженный контраст. Вот так щурите глаза и примерно получаете картину, которая у вас выходит в, скажем так, в тональном решении. Надеюсь, доступно, надеюсь, понятно, много всего наговорила. Я думаю, нужна просто немножечко практика и немножко время, чтобы у вас устаканились все эти вещи, потому что, я помню, когда мне рассказывали, честно говоря, мозг кипел. Мозг кипел, но это очень-очень полезные понятия. Дальше мы будем с ними играться. Вот. Цвет всегда стоит рассматривать в контексте близлежащих цветов. Это то, что я в самом-самом начале говорила. Еще раз напоминаю, один и тот же цвет, один и тот же оттенок может выглядеть по-разному, сочетание с разными цветами. Возвращаемся, к примеру, с курткой цвета хаки, когда непонятно, всем она кажется разного оттенка. Ну и давайте поговорим о семи типах цветовых контрастов. Семь типов цветовых контрастов тоже взяты из книги. Я их не придумала. Взяты из книги Итана, где он вообще очень-очень такую масштабную работу провел в исследовании вообще цвета, взаимодействия цвета и так далее. Всем, кому эта тема интересна, я рекомендую, посмотрите, погуглите, почитайте какие-то базовые моменты. Сегодня говорим, в принципе, так, довольно сжато, но вот то, что вам нужно на старте. Итак, семь типов. Давайте я их перечислю, а затем про каждый из них поговорим более подробно. Итак, первый у нас контраст по цвету, затем контраст светлого и темного, контраст холодного и теплого, контраст дополнительных цветов, симультанный контраст, контраст по насыщенности и контраст по площади цветовых пятен. Давайте про каждый из этих контрастов пройдемся, чтобы у вас был еще более широкий диапазон вообще вашего инструментария работы с цветом. Я думаю, что где-то вот на этом моменте вы начинаете предполагать, что просто так я сейчас пипеткой поклацаю где-то в иллюстраторе или в фотошопе и будет все хорошо, как-то подберу там, не знаю, наобум цвета. Вот эта мысль начинает вас покидать и начинает просыпаться вопрос, как же мне вообще все это уместить сейчас в голову и как это все применяется на практике. Я к концу нашей лекции подведу итог, что мы будем делать, и итог, собственно говоря, заключается в вашем домашнем задании. Давайте теперь подробнее. Контраст по цвету. Я думаю, это самый вообще простой контраст, который может быть. Здесь у меня цитата из книги, собственно говоря, Итана. Поэтому контраст по цвету самый сильный контраст и его дают, как правило, три основных цвета. Вспоминаем опять этот спектр Итана. У нас основные цвета это, извиняюсь, желтый, синий и красный. И чем дальше от этой основной троицы, от первичных цветов, тем контраст у нас все менее и менее явный и сходит, так скажем так, на нюанс. Нюанс это более, вернее, я все время путаю, менее выраженное различие. Контраст ярко выраженное различие, а нюанс менее выраженное различие. Контраст светлого и темного. Это тоже контраст, который довольно очевиден. У нас есть темные цвета, есть светлые цвета. Даже по спектру это отлично видно. Фиолетовый самый темный у нас оттенок, в то время как желтый, противоположный ему по спектру, он ему также противоположен и по тону. Он самый-самый светлый. Возвращаясь обратно вот здесь на нашу картиночку, опять же смотрим слева, да, слева в нижнем углу. Желтый самый-самый светлый тон, да, переведя в ЧБ, и фиолетовый самый-самый темный. И одинаковые по тону у нас получаются зеленый и красный. Они вообще там, с ними отдельная история. Контраст холодного и теплого. Я уже начала говорить о том, что есть противоположные цвета, да. Есть противоположные цвета по тону, по цвету, такие как самые полюса диаметрально противоположные. Это желтый и фиолетовый. И если желтый и фиолетовый противоположны друг другу по тону, цвету, то у нас еще и по температуре получается разница. Есть холодные цвета, есть более теплые цвета. Таким образом, у нас желтый, желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный, красно-фиолетовый, все эти цвета у нас принято называть теплыми цветами. В то время как желтый, зеленый, зеленый, синий-зеленый, синий-синий-фиолетовый и фиолетовый это холодный. Но, возвращаемся опять же таки к контексту. Все это нужно рассматривать в контексте цветовых сочетаний. То есть, какие у нас цвета в принципе вообще будут рядом, как будет цвет взаимодействовать с своим окружением. Поэтому помним об этом обязательно. Но базово вот так вот у нас получается делятся на холодные и на теплые оттенки. Один и тот же цвет в принципе может иметь как теплый оттенок, так и холодный. Если вот внизу вы посмотрите вот эти две плашки 21-22 рисунки, то у нас красный есть слева в верхнем углу теплый оттенок, и затем идет плавная градация в более холодный оттенок. И обратите внимание, при этом всем у нас насыщенность соблюдается одна и та же, тональность у нас соблюдается одна и та же. Щурим глаз, мы не видим разницы по светлоте, по яркости в этих плашках. Но при этом один и тот же цвет может быть разного оттенка по температуре. Контраст дополнительных цветов. Дополнительные цвета это диаметрально противоположные цвета, цвета в цветовом круге. Это фиолетовый и желтый, вспоминайте, да, они друг напротив друга в спектре находятся. Это оранжевый и синий, это красный и зеленый. Если мы их смешаем, у нас получается такая некрасивая грязючка. Если особенно вы рисовали хоть раз красками, да, при смешении двух дополнительных цветов, двух противоположных цветов в спектре, получается некрасивый такой черно-серый оттенок. При этом все эти два цвета очень-очень дополняют друг друга, да, вот как из названия следует. И вот один без другого, скажем так, не может. Вот особенно это связано с особенностью глазов. Он так хочет увидеть где-то противоположность, все время вот заполнить эту пустоту. О нем поговорим чуточку позже, в следующем виде контрастов. Но имейте в виду, что каждый цвет имеет свой дополнительный цвет, и он только один, он противоположный в этом спектре. И вот сейчас о особенности нашего восприятия зрения и, наконец-то, о том контексте, в котором я вообще уже говорю так довольно давно. Это симультанный контраст. Я чуть выше сказала, что у зрения есть такая особенность, что ему нужно найти противоположный оттенок все время, везде. И здесь вот есть такой эксперимент. На картинке этой у нас несколько спектральных цветов, да, и в них помещен один и тот же серый квадрат. И этот один и тот же серый квадрат выглядит во всех этих сочетаниях цветовых совершенно по-разному. На желтом он имеет более такой фиолетоватый, скажем так, фиолетоватый оттенок, да, на красном более зеленоватый, на оранжевом синеватый. Здесь это, я так понимаю, скрин из книги, и, возможно, это не так ярко и явно читается, да, но в живописи, вот когда вы работаете именно с краской, когда у вас нет вот этого вот эффекта, да, сканирования, там, экран вам отсвечивает или еще что-то, это очень-очень-очень наглядно. Глаз все время пытается уравновесить цветовые сочетания. Пока я не нашла этому никакого научного объяснения, даже у Итана это вот не объясняется, просто вот есть такая особенность. Но она есть. И мне очень понравился его пример с галстуками в черную красную полоску. Это к вопросу о куртке. Вот еще один пример симультанного контраста, такой вот вибрации, да, цвета, как будто что-то не совсем определенное. В общем, Итан рассказывает о том, что у него на фабрике, не у него на фабрике, у заказчика, у клиента, как я понимаю, отшили партию галстуков, и она тотально не продалась. То есть максимальные убытки, все очень плохо, и люди почему-то считали, что галстук выглядит странно, странное сочетание, да, некрасиво или еще что-то, потому что он зеленый, темно-зеленый в красную полоску. Хотя на самом деле этот зеленый был чистым черным. То есть пигмент краски был максимально черным, сколько это может быть. Это все связано с тем, что наш глаз вот как раз-таки ищет какую-то противоположность, да, в цветовых сочетаниях. Вот он увидел красный, ага, значит, противоположный ему цвет зеленый, значит, здесь есть зеленца, скажем так. А можно было этого всего избежать, добавив в черный пигмент чуть-чуть, совсем чуть-чуть красного. Тогда бы не было вот этого дребезжания некрасивого в цвете. И в своих работах, если вы видите какое-то, скажем так, неприятное ощущение, но вы не можете понять, вот что за вот, я же правильно все сочетаю, я же правильно все рисую, в чем проблема? Но есть какое-то неприятное дребезжание, вибрация, вот, да, цветов, какое-то оно негармоничное. Возможно, это именно потому, что ваш серый вступает в этот симультантный контраст и дает вам противоположный оттенок. Из этого получается такая некрасивая вибрация. Поэтому, в принципе, если вы посмотрите на графику, вообще, какая сейчас рисуется, в иллюстрациях, в инфографике, в эксплейнерах, где угодно, серого, как правило, нет. Есть голубоватый, да, есть какой-то оттенок у серого, все равно немножечко. И это смотрится уже гораздо-гораздо гармоничнее. Ну, вот так. Я постаралась максимально доступно, так скажем так, наглядно и с примерами вам объяснить, что это такое и почему так важно рассматривать вообще цвета в контексте. Потому что, опять же-таки, один и тот же цвет выглядит совершенно иначе. рядом с другими. Контраст по насыщенности. Давайте поговорим еще о насыщенности. Надеюсь, вы еще не забыли, что такое насыщенность. Это вот степень выраженности спектрального цвета. Здесь у меня тоже примеры из этой же, все из этой же книги Игдена. И давайте поговорим еще о способах, как вообще изменить насыщенность. У нас есть четыре способа. Мы можем добавлять черный, можем добавлять белый, разбеливая оттенок. Мы можем добавлять нейтрально серый, то, о чем я говорила в пункте о насыщенности. И можем добавлять дополнительный цвет. Тот самый цвет, который противоположен по спектру нашему текущему цвету. И снова щурьте глазки, снова смотрите, как вокруг основного цвета у нас все меняется по насыщенности, но не меняется по тону. Я это повторяю не один раз, потому что у вас в этом будет домашнее здание, собственно говоря, строиться. Смотрите, как можно изменять цвет по насыщенности, не изменяя его по тону, потому что основная ошибка и вообще самая-самая сложная в этом всем, в цветовых сочетаниях, это вот неумение, скажем так, менять цвет по какому-то одному параметру. Видите, вам нужно здесь изменить тон, у вас сливается по тону, но вы при этом еще вы меняете насыщенность, но насыщенность была хороша. Вот. Поэтому старайтесь эти моменты, конечно же, разделять. И опять же таки, конечно же, все контрасты, все понятия, в том числе насыщенности, мы рассматриваем в контексте цветовых сочетаний. Скажу так, существует, скажем так, пропорция. Она, конечно же, условная, она в основном работает с спектральными цветами, да, из спектра, но тем не менее, что вот хорошее сочетание, приятное, интересное, когда цвета классно взаимодействуют, это у желтого с фиолетовым, одна четвертая, три четвертых, у оранжевого с синим одна третья, две трети, и красный с зеленым пополам, да, вот если они, одинаковое количество и красного, и зеленого в вашем изображении, тогда это выглядит гармонично. Это, если очень быстро и очень коротко, о контрасте по площади цветов пятен. Но опять же таки, это все, честно скажу, довольно условный момент, поэтому здесь я бы, я бы игралась все равно с контрастами по площади. И давайте приступим к типам цветовых гармоний. Вот теперь мы уже с вами знаем основные свойства цветов, знаем, какие бывают контрасты между ними, да, на что, какой контраст влияет, как они взаимодействуют. А теперь давайте уже вплотную подойдем к тому, как нам делать свои палитры, какие есть принципы, да, у построения этих палитр своих цветовых гармоний. Их довольно много. Давайте об основных. Первое, это монохромная цветовая гармония. Когда мы берем с вами один цвет, один цвет, допустим, зеленый, да, и вот полностью решаем нашу гамму только в оттенках зеленого. Вот он один, вот он у нас посветлее, вот он у нас потемнее, не важно. Но это довольно скучная история, но просто знаете, что она как бы есть и имеет право на жизнь. Уже чуть поинтереснее, но все еще не так, не так, чтобы очень, и не сказать, что прям суперчасто она встречается, хотя встречается, не буду брать. Это аналоговая, когда мы берем три близлежащих в спектре цвета и строим свою свою гамму уже на ней. Единственное, что не забываем, что у нас есть три цвета, но мы можем менять же их еще и по насыщенности, то есть сделать какой-то менее ярким, а какой-то цвет более ярким, да, в плане насыщенности, я имею в виду, ближе к спектральному цвету. И при этом мы можем менять ему еще и тон. То есть какой-то цвет у нас будет, допустим, и менее насыщенным, и, скажем так, более блеклым, или наоборот, более темным. За счет этого другой цвет, да, у нас будет, допустим, супер ярким, супер, допустим, светлым на контрасте, и при этом очень-очень насыщенным. Поэтому все равно это не значит, что если у нас есть синий, там, синий, фиолетовый, фиолетовый, то вот все только эти цвета мы берем, и все, и больше ничего. Нет, мы можем играться, не забываем про два основных свойства, у нас еще остаются. Мы можем менять насыщенность, и менять яркость, светлоту, тон, вот эти вот все вещи. Вот. Эти гармонии строятся на комбинировании именно цветового тона, а все остальные два свойства мы с вами можем менять, так что не забывайте. Вот это вот главный, такой краеугольный, не знаю, камень, наверное, у новичков, где есть проблемы. То есть вот все, фиолетовый, значит фиолетовый, какой он есть, значит синий, значит вот синий, какой он есть, и все, я больше ничего не меняю. Нет, мы можем менять. Дальше у нас идет, комплементарная и триадная схема. Комплементарная, когда мы используем только два дополнительных, если очень по-простому, противоположных цвета, как здесь у нас фиолетовый и противоположный дополнительный диму фиолетовый. То есть делаем максимально контрастную палитру. И триадная схема, это, скажем так, используем три равноудаленных от центра спектра цвета, как здесь желтый, еще красный и синий. Триадная схема, скажу честно, это самая оптимальная схема. Она не такая контрастная, как комплементарная, не такая скучная, как аналоговая или монохромная, но при этом в ней есть как бы и достаточное количество цветов, чтобы не запутаться и не умереть, комбинируя их. Поэтому я рекомендую, и вообще многие эксперты рекомендуют работать, стараться вообще использовать больше трех цветов. Ну и естественно, как я уже говорю, с вариацией по тону и с вариацией по насыщенности. То есть все это может, естественно, видоизменяться, комбинироваться, как вам нравится, чтобы у вас выигрышно выглядела ваша иллюстрация, анимация, что угодно. Следующие цветовые гармонии у нас комплементарная триадная схема и прямоугольная. Прямоугольная еще бывает квадратная, то есть вписывайте ваш спектральный круг квадрат, а не прямоугольник, как здесь. Но суть примерно одна и та же. Давайте больше о комплементарной триадной схеме. Это когда у нас уже, скажем так, вот эти вот радиусы спектрального круга неравно удалены, а есть два близлежащих цвета и один противоположный. То есть получается более такая сдержанная гамма, да, уже нет такого дикого контраста, как контраста, как просто в триадной схеме, а у нас получается такая более сдержанная, более спокойная цветовая гармония. Ну и прямоугольная, как я сказала, если вот вы впишите прямоугольник, у вас будет два близлежащих цвета и противоположные дополнительные к ним тоже два близлежащих цвета. Желтый, оранжевый, противоположный, фиолетовый, да, и, допустим, фиолетовый в сторону синего. Ну и время лайфхака. У нас, видимо, будет такая непостоянная рубрика, постоянная, надо подумать. Старайтесь не использовать более трех цветов. Как я уже говорила, убережет вас от визуальной каши, от такой дикой вообще вырвиглазной палитры. Плюс я могу еще дополнить этот лайфхак тем, что у новичков есть, я вот наблюдаю за работой студентов, за работами других ребят, не студентов, просто там коллег начинающих и так далее. Есть такое стереотипное мышление. Допустим, рисуем графику, рисуем эксплейнер, неважно. Представляем, у нас сцена, допустим, кафе. В кафе есть шторы. Шторы, кафе, у нас как-то стереотипично, допустим, возникает в голове красный. Мы красим в красный. Пол у нас деревянный, допустим, условно, мы красим в коричневый. За окном небо, оно, естественно, синее, а деревья, они, конечно, зеленые. Посчитайте, сколько цветов я только что назвала и в какую цветовую гармонию это все ложится. Спойлер, ни в какую, потому что нету единой вот этой схемы, по которой строится вообще цветовая палитра. И это выдает в таких работах автора в качестве новичка, в качестве немножко дилетанта. Это не то, что мы преследуем здесь совершенно. Поэтому старайтесь сначала формировать свою палитру. Ну, вот я так лично работаю. Я формирую свою палитру, а затем уже крашу в нее все, что у меня есть. Если у меня, допустим, палитра синяя, голубая и дополнительные цвета у меня оранжево-желтые, то я думаю, ничего страшного, если я покрашу в синий, допустим, темно-синий свои здания, а деревья рядом с ним в оранжевые. Ну, условно. Я не говорю, что прям вот так я покрашу. Я еще не обозначаю, какого качества будет у меня насыщенность, какого будет тона это все. Это вообще отдельный разговор. Но, тем не менее, в этом нет ничего страшного. Не бойтесь красить в какие-то интересные классные цвета. Тем более, сейчас модно, ярко, интересная, клевая графика. Единственное, что не перебарщивайте, просто не перебарщивайте. И если мы говорим о домах, они не обязательно просто серые, да, они могут иметь оттенок, все окей. Если деревья не обязательно зеленые, они могут быть и оранжевыми, они могут быть и темно-синими, какими угодно, в зависимости от вашей стилистики, от вашей палитры. Поэтому старайтесь уходить просто от стереотипов, когда садишься, я понимаю это чувство, у меня особо такое было вообще давно, садишься и стереотипично о, все, у меня деревья, дома, я их покрашу, как я вижу за окном, так я их покрашу. Нет, это работа не профессионала. Профессионал сначала делает палитру. Вот, надеюсь, понятно, надеюсь, я вас уберегла от основного такого кризиса, связанного с цветовыми решениями. И сейчас, я думаю, в завершении нашей темы о теории цвета давайте пару слов об RGB и ЦМИК для тех, кто не в курсе, что это такое, зачем, почему, почему это вообще важно. Это все цветовые модели. RGB это цветовая модель, названная так по трем заглавным буквам, да, Red, Green and Blue Perfect English, лежащих в основе, как я вот сказала. Эти цвета образуют и все промежуточные. ЦМИК это тоже цветовая модель, которая основана на вычитании из белого первичных цветов. Голубой цвет вычитает из белого цвета, красный, красный, желтый, синий, а пурпурный, зеленый. В чем принципиальная разница? Что нам вообще важно знать? RGB у нас используется для цифровых носителей, то есть для роликов, для там графики на веб-сайт, для чего угодно. Вот все, что вы смотрите на экранах мониторов, телевизоров, я не знаю, телефонов, чего угодно. ЦМИК используется в печати. Почему это так важно? Потому что мы с вами работаем в RGB, мы с вами работаем с графикой на носителях, на цифровых носителях, и поэтому, чтобы не было вам больно, затем, когда вы начнете рисовать и анимировать свою графику, всегда проверяйте, в какой цветовой модели вы работаете, потому что при конвертации вы начнете работать, допустим, в люстраторе, в ЦМИК, не проверите, забудете, а потом импортнете все в After Effects и ужаснетесь к тому, как это все ужасно выглядит, ваши цвета потаскнеют, оттенки будут не те, цветовые сочетания ваши полетят вообще очень далеко и надолго, поэтому всегда проверяйте, чтобы у вас стоял RGB, потому что будет очень больно потом при конвертации. Еще раз повторяю, мы работаем с вами с цифровыми носителями, нам важна цветовая модель. Вот, это если коротко о таком вот баге, глюке, не знаю, как хотите, невнимательности называйте, связанном с RGB и ЦМИК. Ну, и здесь пара ресурсов с готовыми палитрами, давайте их откроем. Один из моих любимых ресурсов, потому что здесь есть такие настройки индивидуальные, да, вы можете сделать цвет и поярче, и менее насыщенным, и выбрать оттенок, который вам нравится, то есть вы можете прямо здесь редактировать свою палитру, да, допустим, вы сгенерировали, которая вам нравится, рандомно, здесь генерируется рандомно, ну, вам вот немножко не подходят оттенки, почему бы их не подправить, очень удобный сервис, в этом, конечно, плане. следующий сервис у нас In Color Balance, здесь мы ничего не можем подправить, но здесь вот на базе каких-то красивых, интересных фото у нас генерируются палитры, возможно, вам будет полезно, если у вас есть какой-то оттенок, да, вы хотите сделать, допустим, какой-то желтый гамме, да, в оранжевый, вот здесь выбираем и смотрим, что интересненького можем отсюда вытащить, ресурс не такой гибкий, как предыдущий, но тем не менее, честно, меня выручал, особенно на старте вообще изучения цветоведения и как вообще все это сочетать, когда ты совершенно новичок, можно посмотреть и проследить закономерности, почему та или иная фотография или та или иная картинка выглядит гармонично и классно по цвету, вот почему, вот у нас отдельно вынесены эти плащики цветом, ну и еще один из ресурсов таких много в инстаграме, вот этот канал тоже постит интересные красивые палитры, здесь тоже вы естественно ничего не можете поменять, но тем не менее, можете найти какую-нибудь, которая вам приглянулась, таких аккаунтов много в инстаграме, ну, как вариант, почему бы, почему бы и да, ну а теперь давайте поговорим с вами о композиции, что это такое, зачем это все и почему это так важно, композиция это объединение всех элементов, изображений, текста и декоративных деталей в единое целое, в композиции каждый элемент подчиняется общей художественной образной идее, это одно из определений композиции, их довольно много, но ключевое здесь это то, что все ваши элементы графически должны работать на ваш основной концепт, для чего вообще делаете эту графику, это ключевое, композиция это просто инструмент того, как гармонизировать ваше пространство, ваш экран, лист, что угодно, теперь предлагаю поговорить об основных принципах композиции и благодаря ним вы можете собрать достаточно цельную, интересную, грамотно построенную графику, такие базовые истории, которые просто необходимо знать. И первый из принципов у нас это конечно же геометрический и композиционный центр, они не всегда совпадают, но геометрический центр мы с вами можем его определить, проведя такие диагонали сквозь свой кадр и вот в месте пересечения у нас и будет с вами геометрический центр. Есть такая история, такая тема, если вы вот когда-то фотографировали еще там на фотоаппарат, особенно вот на старенькие какие-то, где нужно было смотреть там в не объективчик, а именно в окно видоискателя, да, вы вот в отпуске и просите мам, сфоткай меня с вот этим там, не знаю, памятником или еще чем-то, я на фоне и филевая башни. Мама, как правило, вас фоткала так, что у вас супер много места сверху относительно вашей головы, да, на фотографии, супер мало места снизу, и ваша голова четко-четко по центру вот кадра. Мама не знала правил золотого сечения, ничего, не правила третей, о которых мы тоже поговорим. она фоткала вас именно в вашем геометрическом, вернее, не в вашем, а в геометрическом центре кадра, потому что это очень устойчивое, очень комфортное положение вообще главного объекта. Если вы помещаете что-то в центр листа, экрана или какого угодно пространства, где вы работаете, объект чувствует себя максимально комфортно, ему очень удобно здесь быть. Вот, вы можете играться, можете смещать ваш композиционный центр, конечно же, но не забывайте о таком моменте, что вот в центре, да, объекту комфортно. Если вы хотите сакцентировать ваше внимание на чем-то, то, конечно же, поместив его в центр, это самый-самый простой вариант. У нас с вами также может быть несколько композиционных центров, но, как я уже сказала до этого, геометрические и композиционные различаются, да, в свою очередь геометрические центры у нас с вами только один. И композиционный центр можно выделить несколькими способами, да, у нас есть контраст света и тени, по тону, вспоминайте, что мы говорили в начале лекции, контраст по цвету, все туда же, по размеру можем выделять и можем выделять еще и формы. То есть масса инструментов, благодаря которым вы можете подчеркнуть тот или иной композиционный центр. Еще есть такая базовая ошибка вообще новичка. Я вот замечаю на самом деле в работах студентов, что очень-очень не следят за композиционным центром. Совершенно. Не следят и за геометрическим центром. Допустим, у вас логотип и логотип почему-то куда-то уполз в левый верхний угол. А еще хуже, если в левый нижний угол. Почему? Ну, у вас один логотип в кадре. Резонно расположить его по центру, конечно же. Почему так люди просто забывают о таких базовых моментах, я не знаю. Поэтому старайтесь всегда, если у вас есть какой-то важный текст или у вас есть логотип и он один в кадре, делайте его по центру, если вот это основной объект сейчас. И мало того, визуально, это тоже особенность нашего восприятия, нашего глаза, нужно делать его не просто в идеальном центре, вот где у вас будет в авторе показан там крестик, вот это идеальный центр кадра. Нужно делать его чуточку совершенно выше, чуть-чуть выше этого центра, чтобы наше восприятие, наш глаз не воспринимал это как будто объект провалился, завалился ниже, то есть должна быть такая компенсаторная функция у расположения в центре. Это такая тоже базовая ошибка, когда текст посреди экрана располагают чуть ниже, чем вот буквально чуть-чуть ниже и все, и уже это выглядит неэстетично, уже это выглядит непривлекательно. Поэтому такой лайфхак чуть-чуть выше геометрического центра располагать свой важный важный элемент, логотип, что угодно, текст особенно. Вот, такой небольшой лайфхак вам. Правила золотого сечения. Я уверена, многие слышали про правила золотого сечения. Сейчас на самом деле все больше встречаю материал о том, что золотое сечение это все совершенно неэффективная история, это не такая догма, которую надо придерживаться просто на постоянной основе. Поэтому как бы развенчивается весь этот скажем так стереотип о золотом сечении, но тем не менее золотое сечение это пропорция нашего с вами кадра. И если мы с вами говорим о пропорции, то золотое сечение это прямоугольник с отношением длин сторон примерно 1,6 и так далее. В периоде там целая гора цифр к единице. Этот прямоугольник обладает тем свойством, что если от него отрезать квадрат, как вот здесь у нас с вами на нашей иллюстрации, то у нас получится еще один прямоугольник с такими же точно пропорциями. И если расположить свой объект либо на этом пересечении, либо вот здесь в этой спирали, ну примерно, то объект тоже будет чувствовать себя очень уверенно, очень гармонично и собственно говоря в этом все и правило и заключается. Но сейчас я еще раз повторяю, как-то многие дизайнеры склоняются к тому, что все это просто какая-то невероятная догма, которой не стоит придерживаться. Но мы с вами учимся, поэтому давайте сначала выучим основные правила, чтобы потом их нарушать. Я придерживаюсь такой политики. Но есть у нас с вами более упрощенное правило, которое достаточно понятное для восприятия правила третей. Упрощенное правило золотого сечения. Здесь у меня классная картинка того, как располагать вообще объекты согласно этому правилу. Вы просто делите свой кадр на три одинаковые части по горизонтали и по вертикали. И вот на пересечениях этих прямых расположенный вами объект будет выглядеть тоже уверенно, комфортно, зрение человека сразу вцепится в него. и, скажем так, вы сможете выставить свои, допустим, композиционные центры, о которых мы говорили чуть выше. И вот здесь на примере этой замечательной кошки, я забыла, как ее зовут, неважно, располагая вот на этих двух пересечениях или на этой прямой конкретной, кадр выглядит гармонично и цельно. Этим правилом очень часто я пользуюсь, этим правилом пользуются все просто невероятно количество раз, я не знаю, самое популярное, наверное. И самое простое, оно действительно работает, и я рекомендую вам обратить на него внимание, особенно если с золотым сечением вот как-то тяжеловато, непонятно и вообще. То правило третей просто отличная, отличная штука, рекомендую. И давайте поговорим с вами о динамике и статике в изображении. Динамичная композиция, это композиция, при которой создаются впечатления, сюрприз-движения и внутренней динамики, в то время как статичная композиция у нас создает впечатление неподвижности. На первых двух иллюстрациях, вот этих черно-белых, у нас как раз таки представлено. Первая у нас статичная композиция, а вторая у нас динамичная композиция. Динамичную композицию мы можем с вами подчеркивать различного рода диагоналями. Плюс диагонали имеют интересное тоже воздействие на человеческое осознание, восприятие. Например, в данной конкретной иллюстрации у нас есть ощущение, что шарик у нас скатывается, особенно вот смотрим на следующий рисуночек, скатывается начало движения, располагаясь наверху этой диагонали и окончание движения располагается в низу этой диагонали. Вы можете играться не только с равновесием, статической и динамической композицией, но вы можете даже создавать иллюзии движения. Например, если у вас есть кадр и в нем птичка находится по правилу третей в первой трети экрана. то есть ощущение, что птичка летит, влетает в кадр. А если птичка находится в третьей трети экрана, то есть ощущение, что птичка уже улетела, то есть все, она носом уперлась условно в конец кадра. Вот такое интересное восприятие. И опять же диагональ подъема, если у нас мячик допустим даже не мячик, а самолет условно у нас бы двигался по этой диагонали, то было бы ощущение подъема. И если у нас самолет двигается по противоположной диагонали, вот так, то уже это иллюзия приземления, приземления, я не знаю, своего рода какой-нибудь грустинки, с чем угодно можно это связывать. Но вот есть такая особенность восприятия. Поэтому играя с диагональными направлениями, вы можете создавать дополнительный смысл вашей композиции. Уже это не просто линия ради линий и там я не знаю графика ради графики. Уже вы создаете дополнительный какой-то контекст. Поэтому динамика, статика, диагонали так важны в графике. Посмотрите, как я одно время смотрела много различного рода аниме, каюсь. Посмотрите, как там выставлен кадр. Они очень любят играть с облаками, с проводами, с различного рода столбами. И как они вот этими дополнительными диагоналями создают настроение депрессивное. Диагонали все вниз уходят кадра. Или наоборот, какое-то приподнятое. у нас диагонали проводов или телеграфных всяких столбов уводят вверх-высь. Совершенно разное восприятие. Ну, это такие несколько примеров того, как можно вообще работать с направлениями. Следующий важный момент в композиции это, конечно, ритм и метр. Что можно сказать вообще о ритме и метре? Что это такое? Какие-то непонятные слова? ритм это у нас изменяющиеся повторения, а метр это повторение без изменений. Вот первый ряд прямоугольничков, у них одинаковое расстояние, одинаковая форма, одинаковая вообще широта, высота, все на свете одинаковое, и они повторяются. Это у нас с вами метрический ряд. Ритм уже имеет некоторое изменение, изменение в размере, изменение в расстоянии, как вот первый, господи, второй и третий ряд, и может быть также еще и более сложный ритм, когда у нас есть уже какой-то модуль из нескольких объектов, как в последнем ряду, и он как-то повторяется. Что мы можем менять вообще в ритме и в метре? Можем менять размер элементов, интервал между ними, тона, цвета, и положение элементов в пространстве. У меня здесь вынесен отдельным пунктом такой момент, как пример городской пейзаж, и я хочу про него немножко рассказать. Допустим, вы рисуете графику, и у вас стоит задача нарисовать какой-нибудь векторный пейзаж. Как отличить классный векторный пейзаж от не классного векторного пейзажа? Когда у вас идет просто невероятный какой-то монотонный пересчет домиков, просто домиков ради домиков, и столбов ради столбов. Вы видели в жизни забор, у него куча составляющих, и они повторяются. Метрический такой ряд. Так вот, я скажу так, что когда вы добавляете некоторый ритм, допустим, у вас от маленьких домиков идет увеличение в сторону больших каких-нибудь мегаполисов, по размеру вы увеличиваете, или по цвету как-то меняете, или еще что-то, все из вышеперечисленного списка. Графика, иллюстрация выглядит уже гораздо интереснее, чем когда вы делаете просто метрический такой ряд, метрический пересчет, просто один дом за другим одинаковый как клоны. Нет, это не интересно. Плюс, конечно же, здорово, если вы добавляете какой-то композиционный центр, все это мы говорим о композиции, какой-то композиционный центр, то есть к чему все это ведет, к чему вы подвели этим ритмическим рядом зрителя, куда он должен посмотреть, то есть вы можете тоже задавать некоторое направление, используя такие принципы как ритм. И метр, я не говорю, что метр это плохо или что просто, иногда он выглядит довольно скучновато и хочется разнообразить, скажем так, композицию свою. Поэтому вот один из примеров, где вообще это используется, почему это тоже так важно и почему когда вы видите свою работу и вы не понимаете, почему у меня такая скучная работа. Как-то вот вроде я все нарисовала и детально проработала, но вот неинтересно на нее смотреть, ну что же такое. Возможно вам нужно задать некоторый ритм вашей работе, особенно если идет какой-то пересчет объектов, я бы сказала. Но это так, если простым языком я постаралась доступно, надеюсь у меня это получилось, давайте о следующем принципе, это конечно симметрия, симметрия, асимметрия. Симметрия как, скажем так, и геометрический центр, это такие вещи, которые очень приятны глазу, вот нам как-то подсознательно приятно смотреть на симметричные вещи, а если не еще в центре, тут кадры, это вообще просто невероятно. это просто на самом деле самый простой способ добиться равновесия в вашей композиции. Он не единственный, но тем не менее очень простой, очень приятный для глаза и симметрия, как видите, может быть разная, не только там по вертикали, может там по горизонтали и так далее, но опять же таки, я симметрию обожаю, часто использую на самом деле, но больше так в авторских работах, но тем не менее, почему да. У нас с вами есть и противоположное понятие, как асимметрия. Асимметрию можно посмотреть на примере весов, как на первой картинке у нас с вами одинаковые шарики эти красные и допустим мы с вами увеличиваем один из них и визуально у нас шарик, который больше начинает перевешивать, то есть он берет на себя внимание, отвлекает от второго шарика, который чуть поменьше в своем объеме. Как мы можем это все гармонизировать? Мы можем добавить какой-то дополнительный объект по массе на ту чашу весов, где у нас с вами находятся более маленькие шарики. Тогда у нас визуально по массе эти объекты уравновесятся. То есть мы добиваемся с вами в композиции равновесия. Возможно, вам наоборот нужно подчеркнуть какой-то момент в вашей композиции, поэтому вы создаете специально, нарочно такой перевес в сторону какого-то объекта. Но также, если вам нужно и сделать условно-симметричную композицию, но при этом более-менее уравновешенную, тоже не забывайте о том, что вы можете ее и гармонизировать. То есть тут как бы с двух сторон можно посмотреть на асимметрию. И еще один из принципов это перспектива. Перспективы здесь я вот выделила четыре штуки. У нас есть с вами фронтажная, это первая картиночка, вторая картиночка это угловая, затем у нас с вами обратная перспектива, это картинка со стулом и воздушная перспектива. Давайте про каждую из них коротко. Значит, фронтальная перспектива у нас с вами есть только одна точка схода. Здесь вот она в центре примерно обозначена. В угловой перспективе у нас точки схода две по бокам, да, и все линии у нас стремятся в одну и в другую сторону. В обратной перспективе это, скажем так, получается вывернутая немного перспектива, у нас с вами нет вот этого искажения, да, когда чем объект дальше, тем он меньше, чем, опять же, дальше от нас там, условно, объект уже становится и так далее, происходит перспективное сокращение. У нас с этого момента нет, у нас с вами наоборот. Точка схода как будто перед объектом стоит, а не за ним. и воздушная перспектива это изменение цвета, тона, оттенка, возможно, чем дальше от нас, от первого плана, переднего плана, тем у нас с вами все более такое, уходит в дымку, уходит, разнувается силуэт, все становится менее явным и четким. Для чего все это нужно? Это все нужно для построения вашей композиции, вашей, вообще, вашего рисунка, иллюстрации согласно тем или иным законам. Вы можете специально сами регулировать, как вам, как вам нравятся ваши графики, какая перспектива у вас будет, вы можете с этим играться, можете специально сделать обратную перспективу или наоборот сделать фронтальную, там, самую обычную. Но, что я могу сказать? у новичков есть тоже такая проблема, когда не видишь, почему объект не вписывается в вашу графику. Например, вы скачали, вы нарисовали там условно какую-нибудь комнату, а скачали клепарт, да, фришный со стоков и вставили там какой-нибудь условный стол. Вот у вас все есть в комнате, кроме стола вы его скачали. Вы не можете понять, почему он так плохо выглядит. Я его вроде и покрасил ту гамму, которая у меня есть, и все классно. А на самом деле все очень просто. Он просто не вписывается в вашу перспективу, которую вы нарисовали. И он сразу выделяется, и он сразу бросается в глаза тем, что он инородный, он не отсюда, он здесь совершенно не стоит. Поэтому, когда работаете, ну, в частности, это один из примеров, да, когда работаете с векторной графикой, так важно не только покрасить нужный цвет, но еще и привести к общей стилизации и даже посмотреть по работе с перспективой, с перспективным искажением, какое оно у вашего скачанного объекта, а какое оно у вас конкретно в вашей иллюстрации. Вот, это что касается перспективы. Ну и мы подобрались с вами к финалу нашей лекции. Я надеюсь, это было для вас познавательно, я постаралась с примерами, с какими-то историями, даже лайфхак один затесался у нас с вами сегодня в лекцию. Вот, но давайте с вами пробежимся по домашнему заданию. Как я говорила в самом-самом начале, у нас с вами домашнее задание состоит из трех этапов, да, трех подзаданий таких. Первое, мы с вами составляем четыре цветовые гаммы для одной иллюстрации. Можно абстрактную какую-нибудь геометрию взять, просто квадратики, треугольнички, что угодно. Но делаем цветовую гамму, то есть выбираем вот те цветовые сочетания, да, монохромные, аналоговые и так далее, и красим одну и ту же картинку в разные цветовые сочетания, которые вам нравятся. Естественно, подписываем их, это под такую гамму, это под такую. Следующее, составляем с вами композицию из геометрических фигур, тоже с вами простые какие-то формы берем и применяем с вами понравившуюся палитру, которая вам понравится из четырех, то и применяем. что я от вас жду в композиции, постарайтесь сделать динамическую композицию, статическую композицию, акцент, да, композиционный, затем симметрию, асимметрию сделать в композиции, то есть все это жду в вашем втором подзадании по композиции. И третье у нас с вами составляем цветовые пары. Итак, давайте посмотрим, какой пример у меня есть. возвращаясь к самому началу лекции, да, контраст это у нас с вами кардинальное различие, а нюанс это незначительное различие. Вот у меня здесь есть цветовая пара. По цветовому тону у нас с вами контраст получается, то есть фиолет, синий и оранжевый они противоположны в спектре. По насыщенности у нас тоже контраст, потому что оранжевый у нас чистый яркий цвет, а синий у нас с примесью серого, черного, то есть не такой чистый оттенок получается. И по тону, по светлоте у нас тоже контраст. Если вы прищурите глаза, то у нас оранжевый светлее, чем синий. Вот такие цветовые пары вам нужно будет составить. У меня здесь есть вот несколько схем, там где ЦК, НК, ТК, вот это все, где цвет у нас с вами это цветовой тон, а маленькая буква и обозначает либо контраст, либо нюанс. То есть у нас первая схема получается по цветовому тону у нас с вами должен быть контраст, по насыщенности тоже контраст и по тону по светлоте у нас тоже с вами контраст. А в следующей паре у нас наоборот, везде все на нюансе должно быть. И вот здесь несколько схем, по этим нескольким схемам вам нужно будет составить вот такие вот цветовые пары. Это может потренироваться в сочетании цветов, понять, как работают вообще все эти основные свойства цвета, как они взаимодействуют, как один цвет подчеркивает другой или наоборот, как они спокойнее друг с другом взаимодействуют. То есть это очень полезное упражнение. Ну а во втором примере у меня собрано несколько примеров того, какие композиции вы можете сочетать. Вот где у меня здесь композиционный центр, где динамика, где статика. То есть все, что вы можете накомбинировать из простых форм, как вариант. Можете погуглить, поискать, конечно, свои варианты. Это не запрещается, только приветствуется. Но в целом это все по домашнему заданию. В принципе это все на сегодня. Я надеюсь еще раз, что получилось понятно, доступно объяснить. Все упражнения очень эффективны, но лично пройдены когда-то и могу за них ручаться. Надеюсь, теперь стало более понятно, что такое цвет, как с ним вообще жить. Немного более ясно, что делать в композиции, для чего она нужна. В общем, у меня на этом все. Всем пока, до встречи в следующей лекции.